всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир казарчук и тема сегодняшнего видео выпуска тренерская деятельность в клубах имеющих хотя бы какое-то отношение к восточному единоборствам в частности карате кунг-фу ктаэквондо или просто к самообороне на идею создания записи этого видео меня натолкнул один пост на фейсбуке где было показано рекламное объявление одной конторы предлагающий людям стать на профессиональную скажем так ногу в работе тренером по карате красиво написано обалденно написано офигительная реклама наверное они хорошо постарались для того чтобы заказать себе такую рекламу и там они пишут что если вы допустим через них регистрируетесь то они вам помогают найти спортклуб даже в ваших районах вашем городе и устроиться туда официально полную ставку на полную ставку ребят и гарантируют что после того когда устроитесь на полную ставку какой-то спортивный клуб вам будут они гарантируют что вам будут платить хорошую зарплату конкурентоспособную с другими рабочими специальностями допустим с инженером или с адвокатом ну адвокаты здесь получают баснословные деньги инженеры тоже поэтому первый вопрос сразу возникает а действительно ли это правда то что они так пишут что они обещают и я просто почитал комментарии людей под этим постом что они пишут правда это или неправда и мне понравился комментарий одного судя по всему каратеки причем уже с многолетним опытом и вот он написал что то что вы пишете здесь в этом посте в рекламном тренировка показательная и так далее она должна была состояться в середине августа сейчас уже увы давным давно не середина августа где же это ваша тренировка записалось к вам очень много людей вы собрали со всех мзду дополнительно для того чтобы провести все эти тренировки вы обещали различные клубы которые будут с нами работать с нами сотрудничать вы обещали то вы обещали это в общем человек немножечко таких вот расстроенных чувствах разочарованно пишет свое отношение к вот этому вот рекламному посту вот этой организации то есть получается что на примере вот этих вот японских мастеров китайских мастеров или корейских европейские организации для того чтобы оставаться на плаву придумывают различные ухищрения различные многоходовки для того чтобы привлекать в свою сторону людей имеющих опыт восточных единоборствах имеющих знания и желающих поделиться этими знаниями с людьми но судя по всему эти организации еще не до конца прошли вот все вот эти примерные шаги для того чтобы действительно помогать людям они собирают денежки тут же пропадают у меня в примере есть допустим одна организация это не академия буду карате как было раньше в которую я вступал это было одна она до сих пор существует кстати организация они у них есть свой интернет сайт и там они предлагают вам следующее то есть вы допустим человек занимающийся скажем карате много лет у вас есть титул у вас есть пояса у вас есть сертификаты подтвержденные европейскими организациями или международными организациями вы открываете свою школу карате в каком-то спортивном клубе для то теперь мало того что вы в этом спортивном клубе работаете вы еще занимаетесь спорт клубе какой вернее в спортзале какой-то школы или какой-то организации который вам предоставляет спортивное учреждение занимающиеся делами молодежи и спорта есть такая контора называется на по-немецкий спорт а так вот эти люди через свой сайт предлагают сертификацию вашего спортивного зала они расписывают такие баснословные золотые горы что я как бы если ваш зал соответствует стандартам буду то к вам придут еще больше людей у вас будет хороший отзыв людей о вас у вас будут наплывы у вас будет опыт у вас будет то и так далее просто вы обязаны заплатить внимание 150 евро за то что наш человек приедет к вам и проведет полную сертификацию ваш вашего спортивного зала внимание сразу когда я прочитал вот такую рекламу вот на этом сайте и меня натолкнул это на одну мысль для чего проводить сертификацию в государственном спортивном зале построенным по стандартам по требованиям тех вот спортивных организаций или школ которые занимаются непосредственно в этом спортзале для чего проводить сертификацию зала только в том случае если у меня есть мой приватный додзио допустим вот как вот это вот помещение 7 на 8 плюс там стоят тренажеры макевары может быть деревянный манекен маты и так далее даже в этом случае если у меня есть свой собственный зал я не буду опираться на какие-то условия непонятно каких-то организаций они даже называют себя академия карате или еще что-то там как-то я уже не помню это было несколько лет назад ну не суть важно приглашать к себе этих специалистов и они начнут составлять какие-то акты принятия вашего зала в какую-то сеть вы платите им 150 евро только за приезд этого клиента к вам и вы еще должны выполнять какие-то условия чтобы соответствовать их требованиям их понятиям ну знаете таких случаях просто напросто диву даешься того что такие организации скажем так работают имеют право на существование и не получают никаких штрафов и их не закрывает государство может быть государство это тоже интересно что такие организации существуют и платят налоги я точно точно этого не знаю но вот так вот безнаказанно снимать людей деньги за якобы сертификацию и главное что они там пишут у них несколько человек вот в этой организации которые занимаются сертификацией залов по всей германии люди имеющие просто спортивное образование фитнес-тренер кроссфитер какой-то ни одного человека не имеющего вернее ни одного человека имеющего опыт тренировок в карате или восточных ненаборствах все на этом можно закрывать тему с этими организациями что же касается опять возвращаюсь к этому посту на фейсбуке реклама время от времени там появляются различные рекламы или крафмага или карате хочешь стать тренером профессиональным тренером по карате присылай нам свои сертификаты покажи нам свой опыт и мы тебе поможем устроиться на работу так вот тот человек в своем комментарии пишет не только не только эта организация не помогает вам устроиться на работу в спортивный клуб так как она пишет но и сами спортивные клубы не могут обеспечить той оплаты которую в первую очередь ожидает тренер от своих тренировок или то что обещает вот эта вот организация то есть получать к примеру как тренер работающий допустим с 9 утра до 5 часов вечера это весь день обязана работ тренером это ну по факту это это действительно получается как основная работа и мечтать получать допустим чистыми две с половиной тысячи евро это это что-то за рамки выходящие потому что таких денег здесь в германии тренеру по карате никто не платит действительно здесь никто таких денег не платят я неоднократно рассказывал сколько платили мне и этих денег едва ли хватало чтобы заправить машину один раз в месяц едва ли хватало плюс ко всему я еще из этих же денег покупал инвентарь спортивный для тренировок те же самые макивары те же самые лапы пояса заказывал сертификаты распечатку сертификатов для того чтобы проводить экзамены и так далее никто никакая организация даже будь то допустим союз это и кван до германии не платит таких бешеных скажем так действительно две с половиной тысячи чистыми это бешеные деньги для оплаты тренера и все эти тренерские вот эти вот заморочки которые рекламы будто на фейсбуке и на или linkedin или еще где-то это просто-напросто выкачивание из людей денег но это слабое выкачивание из людей денег это попытка стать на один уровень с японцами китайцами корейцами которые уже действительно идут на потоковом состоянии они гребут деньги с европейских международных организаций имеющих под собой клубы в эти клубы в эти организации приезжает один раз в 3-4 месяца какой-то сенсей из японии или какой-то гуру из индии еще туда и показывает базовые движения показывает базовые удары базовые стоечки показывает простейшие ката говорит как нужно уметь дышать и за это он снимает за два-три дня семинара снимает сумасшедшие деньги за фотографию с этим сенсеем нужно платить деньги за все там нужно платить деньги и человек уезжает ухмыляя себе русы еще одну кучку баранов мы поимели считает у себя денежки и говорит неплохо будем продвигаться дальше но они эти сенсей никогда не показывает вам более продвинутые темы в том же самом карате допустим был как-то один спор в интернете на фейсбуке по поводу одного действительно хорошего мастера карате андре бертеля кто-то говорил что у него якобы неправильные сертификаты кто-то сказал что он эти сертификаты незаслуженно получил или еще что-то и но те люди которые утверждали вот это вот что андре бертель никто доизвать его века по факту являются просто-напросто завистниками потому что у него международные степени у него международные сертификаты он человек с мировым именем он ездит преподает показывает на семинарах те техники карате те техники ведения поединка которые вам не покажет ни один японский сенсей почему он это делает потому что он опирается на реальные события он опирается на реальную обстановку которая вас окружает на улице а не на то что вот вы прочитали в книжке и нужно действовать строго по этой книжке вот кто такой андрей бертель это если вкратце буквально двух словах а тот человек который утверждал кричал на фейсбуке что андрей бертель никто сам по сути елки-палки не достиг ничего даже первого дана в карате вот и делайте выводы как в поговорке вас осуждает всегда тот кто делает меньше чем вы и знает меньше чем вы тот кто знает больше чем вы и занимается дольше никогда не обратит на вас внимание и никогда не скажет о вас ничего плохого вот и все что я хотел сказать по теме вот этих вот разводил в интернете по теме оплаты тренеров и вообще по теме восточных иногорств не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий с вами был я владимир козырчук автор канала old dutchman всем пока